Готов разряд включить? Покажи. 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 Божья Матерь, непорочная, ненесущая свет. Символ того, что Бога-человек рождается сам по себе, по благодати, по вертии Ибо и Иоанна. И людей, и христиане считают этот прообраз на величайшем событии в священной истории. Неопаримая губина – это образ-план, построение реальности, видение проекта мироздания. Сегодня мы попытаемся понять этот план Творца, сокрытый в изображении иконы Неопаримая губина. Сопоставим его с проекцией Николая Алексеевича Рогова под названием «Пропись». Эта проекция – попытка построения модели мироздания. Она совершенна и лишена избыточности. Поможет ли она понять происходящее вокруг нас, соответствует ли законам природы. Как я уже рассказывала, проекция выполнена графитом на листе Паттона с помощью циркви, постоянным радиусом. Собрана из туров, непрерывно пульсирует, излучая энергию. Взаимодействуя с нашими мыслями, из зрительных элементов вов, слов, текстов, на проекции формируется смысловая ситуация и проявляются образы. Образ в мысли обеспечивает связь человека с его высшим «я». Чтобы увидеть на проекции первичный образ, космиконечной звезды, я закономерным способом выполнила дополнительное построение, используя лишь окружности постоянного радиуса. В узлах кристаллических решеток появились кучезарные звездочки. Сумма изображений дала большую звезду в точности, как на иконе. Теперь у нас на проекции появились опорные контуры звезды, которые как бы закреплены в координатах. Совмещая их с линиями на иконе, давайте сопоставим структуры путемного ношения. Из цельной структуры проекции выделим элементарные подсистемы. Это овальные квадраты, ограняющие звездные конфигурации, и веерные розетки центра торговых образований. Они связаны между собой вертикальными, горизонтальными и диагональными энергетическими потоками. Связи подобны спиральным структурам молекул ДНК. На переплетких картинах их часто изображают в виде переплетающихся змеи. Они соединяют материальные и духовные миры, предков и потомков, прошлое и будущее. Тем самым, давая человеку извлекать информацию, уроки из опыта прежней цивилизации. При наложении проекции и иконы мы видим, что каждой сущности соответствует определенное количество связанных подсистем. В центре иконы располагается изображение Богоматери с младенцем на сильнейшей структуре из девяти торгов. В циркулярной графике такую конструкцию мы называем казачьим кругом. Это самовоспроизводящая система лучистой энергии в гармоничном виде. Горящий и не сгорающий пуст, неопалимая утена. Самостоятельной под структурой в казачьем круге является система из четырех кругов. Это хорошо знакомая мне структура священного цветка лотоса. Лотос – это дух огня и часто изображается огненными языками. Лотос – пробуждающий деятельности, обладатворяющий и развивающий конкретную форму по своему идеальному правооразу. Основная мысль символа понятна и прекрасна. Она указывает на явное сходство религиозных систем. Лестница в правой руке Богоматери расположена в композиции по диагонали. То есть дает точную подсказку структуры нарастания. Лестница проявляется в проекции. В терминах струклярной графики идет нарастание ежейного ряда. Рождается букву «Ж». Это означает движение. Вектор жизни набирает скорость, добавляя ряды. А вот вечное движение внутри торовых образований происходит по космическим законам кругового вращения в соответствии с природными циклами. А теперь рассмотрим, как в модели мира отражен один из основополагающих принципов природы. Принцип хиральной симметрии. Хиральность возникает в пространственной системе. Под хиральностью понимается симметрия, смещенная на 90 градусов. На иконе на этот закон нам указывают различные положения ангелов и архангелов. Откуда же появляется объем на плоской проекции? Что позволяет называть ее моделью мироздания? Сгибая лист ватмана вдоль и поперек, мы как бы захватываем пространственный объем. Тонкая материя находит опорные направляющие в графитных канавках. Перестраивается, а потоки вселенского движения придают ей объем и форму. А мы на проекции наблюдаем выпуклые, живые, меняющиеся формы, которые хочется потрогать и даже спахнуть, принимая их иногда за пылинки. Как вывод можно сказать, что показана полная соответствия структуры иконы неополимая Купина и строение божественной проекции мироздания. Особенностью данной структуры является наличие равноправных связей, образующих узор, где каждый участник соединен с каждым, и всякая подсистема имеет самостоятельное значение при наличии окружающих. И если даже один из них инициировал создание такой структуры, он не становится верхушкой, а взаимодействует с другими на равных. И на первом плане здесь стоит взаимодействие душ. Но эта модель мироздания может жить и приумножаться, когда реальность наполнится собственными живыми мыслями и творческим воображением людей-сотворцов. По народному верованию икона неополимая Купина избавляет почитающих ее от стихийных бедствий, от огня. Икона инициирует создание структуры, в которой люди взаимодействуют на равных, взращивают безусловную любовь, так необходимую для нашей эволюции. Природа в своих действиях образовала чудесный живой механизм. С присоединенной к нему живой душой. Неополимая Купина раскрывает историю этой души, ее настоящее будущее, помогает соединить живую душу с физической материей. Теперь у нас есть знания, которые не противоречат никаким религиям. Мы все равны и будем живы только в содружестве и в взаимодействии. На этом у меня все. Доброго всем здоровья! С вами была Светлана Чухина. До новых встреч! Вы смотрели фрагмент прямой трансляции из студии Глобальной Волны. Все ролики вы можете посмотреть на канале Огородная Мозаика. Здесь представлен большой набор сюжетов, показывающих... Продолжим смотреть ролик по циркулярной грамоте Николая Алексеевича Рогова. Живот же одна из таких. Сейчас еще раз допустим. Вот, отпускаю. Пульсируешь. Отключаю. Выключаю. Ты сказал, вспышка такая происходит? Да, почему? Давай еще раз. Выключим. То есть излучение во все стороны, на всех частотах. Умирает, короче, и выброс у меня. Я питание снимаю. Ну, с катушки Тесла. С ее конца, грубо говоря, ну, основное напряжение вот дал. И еще раз выключаю. Умирал. Мы сейчас смотрим сигнал на нижнем конце ВВ и вокруг. И вот сдвиг сейчас 90 градусов практически. И вот как басциллограф это показывает. Если вот так это будет выглядеть в реале. Так, 13 минут сюжет завершаем тогда. А может еще и скрутать? Чтобы завершить, и скроем. А может еще и скрутить, и скрутить, и скрутить. А может еще раз. А может еще раз углевать? Ну, это правда. Умирала. Да. Выключай. Умирал. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА